МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваш. Информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Прощай, школа! Для выпускников звенит последний звонок. Где поесть? Столичная администрация проверяет уличные кафе. Полет мечты. Корреспонденты национальной телерадиокомпании стали участниками слета малой авиации. Сотни тысяч российских выпускников в эти дни прощаются со школой. Последний звонок сегодня прозвенел и для старшеклассников Чебоксарской кадетской школы номер 14. Вместо бантов – пилотки, вместо традиционных школьных платьев и костюмов – форма. Кто-то ее больше не наденет, выберет гражданскую профессию, а кто-то поменяет на другую и будет носить всю жизнь. Но так или иначе, им всем придется проститься со школой и знаменем учебного заведения, под которым они провели большую часть своей жизни. Левый вообще вперед! Марш! Вы воспитаны в духе любви к своей школе, к своей малой родине Чувашской республики, к своей большой, великой родине под названием Россия. Я благодарен всем вам, дорогие школьники, выпускники, кадеты. Хочу выразить огромные слова благодарности родителям и учителям за то, что они вложили огромные усилия и всю свою энергию для того, чтобы вы уже на периоде самореализации стали достойными гражданами Российской Федерации, чтобы вы смогли получить хорошую специальность, были ответственными, достойными гражданами. В остальном все, как у других выпускников. Вальс, трогательные воспоминания, поздравления, напутствие и, конечно, последний звонок. Мы желаем вам счастья, успехов, удачи, чтобы вам никогда не терять высоты. И от всех первоклассников мы пожелаем, чтобы исполнились светлые ваши мечты. Головы российских выпускников последние месяцы заняты экзаменами. Уже через пару дней школьники начнут задавать ЕГЭ. Но сегодня мысли старшеклассников не об этом. Прекрасное далеко стало чуть ближе. Прозвенел последний звонок для выпускников Тринкосинской средней школы Чебоксарского района. На праздники работала наша съемочная группа. Вальс, мужик, унес меня, Стран свою жизнь за собой маня. Этот школьный первый вальс Случит во мне сейчас. В этом году в Тринкосинской средней школе один выпускной класс. Пять юношей и десять девушек. При этом четыре отличника, шесть стипендиатов главы Чувашии. Практически каждый победитель или участник всевозможных олимпиад. Алексей Родионов планирует поступать в Чувашский госуниверситет. Рассчитывалось, что полученных знаний в школе ему будет достаточно. На счет того, как я сдам МИГ, думаю, что я справлюсь. В школе нам дают достаточно много знаний. В день мы примерно занимаемся. В день примерно часов восемь. В день в школе занимаемся. Еще дома дополнительно занимаюсь. Три часа регулярно. Даниил Алексеев решил связать свою жизнь со спортом. Говорит, примером ему служит его отец, учитель физкультуры. Свою готовность не могу оценить, но, да, наверное, каждый из нас волнуется, так как предстоит сделать большой шаг во взрослую жизнь. И хотелось бы, чтобы этот шаг был успешным. Некоторые выпускники, не успев выйти за порог школы, уже планируют вернуться учителями. И собираюсь пойти учиться в ЧГПУ и вернуться в эту школу и преподавать уже здесь. И, наверное, я останусь здесь преподавать, потому что это моя родная школа. Я ее люблю и я не хочу покидать ее. Оцениваю свои силы. Ну, не знаю. Надеюсь на лучшее и надеюсь, что я сдам экзамены хорошо, чтобы все-таки поступить и вернуться сюда, чтобы оправдать надежды своих учителей и не ударить в грязь лицо. В этот день переживают все – и ученики, и родители, и учителя. Для каждого классного руководителя последний звонок – как прощание с родными детьми. Нина Нестерова семь лет давала им знания, воспитывала их и учила житейской мудрости. Мои любимые девчонки и мальчишки, я искренне вас люблю, я искренне вас ценю. Я всегда буду ждать вас. Для вас всегда открыта дверь. Приходите в любую минуту, в любое время. И вот он, тот самый последний звонок. Правда, отдыхать выпускникам придется недолго. Впереди итоговые испытания, которые станут и экзаменом по взрослой жизни. Татьяна Молокова, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Чувашия продолжает налаживать партнерские отношения с банковскими структурами. Реализацию совместных проектов сегодня обсудили премьер-министр Республики и представители Приволжского филиала Росбанка. Чувашскую республику в Росбанке называют надежным партнером. За последнее время бизнесмены регионы реализовали немало совместных проектов. Руководитель Приволжского филиала Олег Виндоман отмечает, что в банке намерено наладить сотрудничество и с новыми предпринимателями. Оказывать финансовую поддержку готовы компаниям, выпускающим продукцию для строительного комплекса и электротехнической отрасли. Росбанки заинтересованы в кредитовании инновационных проектов. На встрече с председателем Кабинета министров обсудили перспективы размещения облигаций Республики на рынке ценных бумаг. Партнером Чувашии в этом направлении может стать Росбанк. Планы скрепили подписями. Иван Моторин и Олег Виндоман подписали соглашение о сотрудничестве. В интервью нашему каналу министр финансов Светлана Янилина отметила, что в Республике удалось создать здоровую конкуренцию в банковской сфере. И это влечет за собой удешевление процентных ставок. Когда мы подписываем соглашение с представителями банковской системы, конкретно с банками, правительство Чувашской республики преследует именно цель. И, соответственно, сегодня тоже вы видели, было подписано соглашение с Росбанком, от которого мы тоже ожидаем, что кредитные ресурсы или свои ресурсы будут вкладывать в развитие экономики Чувашской республики. В последующие даст свои результаты. Результаты через создание новых рабочих мест, результаты через внедрение инновационных проектов в последующем. Соответственно, подписываем такие соглашения с другими банками. Они приходят к нам, расширяют свою деятельность и участвуют в реализации институционных проектов, участвуют в реализации социальных проектов. Служба меняется, задачи остаются прежними. За неделю, да, предстоящая реорганизация Федерального управления наркоконтроля, глава республики наградил лучших сотрудников регионального ведомства. На торжественном собрании подвели итоги 12-летней работы. За эти годы в региональном управлении наркоконтроля была сформирована настоящая команда профессионалов. Итоги их работы говорят сами за себя. Из оборота было изъято порядка 400 килограммов наркотиков. Заведено более 3000 уголовных дел. В республике удалось полностью прикрыть каналы поставки героина. Закрыто сотни притонов. Взаимодействие с антинаркотической комиссией достаточно эффективно и комплексно решалась проблема дезаморфиновой наркомании. В результате чего количество ликвидированных наркопритонов сократилось более чем в 9 раз. Создана система мониторинга наркоситуации и осуществляется совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков. За минувшие годы наработана практика по выявлению и пресечению преступлений, связанных с организацией преступного сообщества и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. В взаимодействии с нашими коллегами из других регионов, МВД по Чувашии, Следственное управление Следственного комитета, разобщены и ликвидированы крупные организованные преступные группы, занимавшиеся поставками и избытом синтетических дизайнерских наркотиков. То есть использование возможностей сети интернет. Остановить наркоагрессию в Чувашии удалось. Причем в республике сократилось в разы и количество тех, кто употребляет психотропные вещества. После перехода в ряды полицейских цели сотрудников службы не изменятся. Вообще, отметил руководитель Чувашского МВД, многие методы их работы можно назвать уникальными. Особенно профилактическую работу вы проводили очень тщательно. И лучше вас это делать никто не сможет. Ни уголовный розыск, ни участковый, ни другие. У вас целенаправленно была поставлена работа в этой части. И я думаю, что с приходом вас мы по-новому и продолжим то, что у вас наработано было. Это все будем дальше продолжать. Почему? Потому что основа из основ. Не то, сколько мы изъяли героина, сколько мы возбудили уголовный дел, а главное, не допустили и не дали для того, что вот это вот все это зелье попало нашим, особенно детям. Большинство сотрудников реорганизованного наркоконтроля наденут полицейскую форму. Трудоустроят и те, кто попадет под плановое сокращение. Глава республики отметил, что без работы не останется никто. Кто не будет, соответственно, востребован на уже своей службе, конечно, мы готовы вас трудоустроить на государственную службу, как уже государственных гражданских служащих. У кого не получится, соответственно, в конкурентной среде будете трудоустроены и на муниципальную службу. Показатели у вас есть. За каждым этим показателем спасенные жизни и здоровье тысяч людей. Лучшим наркополицейским сегодня вручили благодарности, почетные грамоты и звания заслуженных работников. Генерала-майора Евгения Барсукова нагородили медали ордена за заслуги перед Чуварской республикой. Служу Российской Федерации. Реорганизация службы наркоконтроля в республике завершается. Сотрудники уже в составе МВД продолжат работу в этом же здании. Вывеску сменят до 1 июня. Дмитрий Ковалев, Эндрес Передонов. Республика. На Ибресенской земле завершились мероприятия, посвященные столетию со дня рождения героя Советского Союза Алексея Моресева. На аэродроме «Красный партизан» в селе Новое Чурашево в 13-й раз собрались любители малой авиации на традиционный моресевский слет. Чувашские авиаторы полетели по заранее подготовленному маршруту. В небо поднялся и корреспондент национального телевидения Родион Архипов. География слета широка. Балашиха, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Дмитровград, Ешкар-Ала и Уфа. Чувашскую авиацию представила Федерация сверхлегкой авиации и Ассоциация «Активный город», организовавшая воздушную экспедицию под названием «Чебоксарская кругосветка», посвященную столетию Героя Советского Союза Алексея Моресева. Взлет с аэродрома Чебоксарского аэроклуба имени Лепедевского. Четыре утра. Погода солнечная. Видимость, как говорят в авиации, миллион на миллион. Не случайен выбор посадочных пунктов маршрута. Шоршелла, Козловка, Канаж, Ибреси, Красные Читая, Маргауша, Ябрин. Каждый из этих населенных пунктов гордится своими прославленными летчиками и космонавтами. По традиции, после посадки в Шоршеллах в музее космонавтики авиаторы отдали дань памяти прославленному земляку-космонавту Андриану Николаеву. В Моресевском слете приняли участие самые разнообразные типы летательных аппаратов. Самолеты, дельталеты, парапланы, воздушный шар. Полеты моделей летательных аппаратов продемонстрировали участники авиамодельных кружков. Предпочтения у всех разные. Как говорится, о вкусах не спорят. Использую аппарат «Мотопараплан», самый такой компактный, надежный. Летаю в свое удовольствие. А до этого летал на самолетах. На каких самолетах? Ну, на поршневых, потом на реактивных. И большой перерыв был. Большой. Валера Тимофеев обучил именно на этом виде аппаратов летать. Очень понравилось. Алексей Моресев был и остается для Эдуарда примером достижения результата в любых жизненных обстоятельствах. Уж если ему удалось подняться в воздух без ног, с протезами, то что мешает нам, относительно здоровым, с руками и ногами. Пришло время, когда мы можем летать на лёгкомоторной, сверхлёгкой авиации и путешествовать. За короткое время побывали в нескольких городах, встретились со многими людьми, пообщались, посмотрели разные рельефы местности. Побывали на Волге, увидели Козловку, острова, побывали в Канаше, жидородные переезды, рельеф. То есть всё за короткое время можно увидеть. Это дает авиация. Этот слёт стал воплощением мечты не только для авиаторов, но и для тех, кому полёты только снились. Представьте моё удивление, когда после посадки на лётном поле я встретил свою коллегу, редактора радиовещания Анастасию Акшарову, совершившую свой первый полёт на самолёте Як-52. На том самом, на котором мне посчастливилось пройти первоначальную лётную подготовку в Чебоксарском авиаспорт-клубе ДСА. Для меня же перелёт на дельтаплане не просто репортаж, а свидание со своей мечтой. Ведь, как говорят авиаторы, полёт – это жизнь. Родион Архипов, Валерий Тимофеев, Георгий Богославский. Республика. Бульвар электроаппаратчиков в Чебоксарах на сервисе Яндекс.Пробки чаще всего обозначен красным цветом. Это означает, что движение на данном участке весьма затруднено. О том, как планируют менять ситуацию, говорили сегодня в администрации Чебоксара. Для решения проблемы с затруднённым движением по бульвару электроаппаратчиков специалисты предлагают два варианта. Первый – расширить проезжую часть бульвара до шести полос. Мы стоимость проектировали – миллион двести. По нашим оценкам, стоимость реконструкции данного участка дороги ориентировочно в 80 миллионов рублей. Второй вариант куда дешевле – сделать движение односторонним заездом с президентского бульвара и выездом на улицу Карла Маркса. Тогда достаточно будет ремонта проезжей части. На то, что в федеральном законодательстве у нас предусмотрен приоритет деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения перед экономической выгодой. И вариант о расширении до шести полос, я не знаю, откуда цифра взялась, шесть полос, там вполне четыре хватило полосы. Он, конечно, более целесообразен в плане именно организации дорожного движения и обеспечения его безопасности. Но, ещё раз говорю, учитывая то, в каких ситуациях непростых мы сегодня находимся, Вариант с организацией одностороннего движения мы, как бы, со своей стороны поддерживаем. На сайте администрации Чебоксар гражданам предлагают проголосовать за тот или иной вариант. Ожидаемо лидирует увеличение количества полос. Окончательное же решение за специалистами. Им предстоит учесть множество нюансов, таких как перенос, коммуникация, организацию тротуара, мнение собственников прилегающих участков. Где можно перекусить и при этом полюбоваться красивыми видами летнего города. Один из вариантов – набережная Чебоксарского залива. Там работают десятки летних кафе. Представители столичной мэрии проверили работу заведения общественного питания. О выявленных нарушениях в нашем материале. В этом году в районе залива открыто 14-летних кафе. Они работают с начала мая. У каждого свой ассортимент, но есть и обязательный набор. Мороженые, напитки, чипсы и выпечка. Голодным не уйдет никто. Ну вообще мы здесь первый раз. Все вкусно, ели шашлык. Хорошо, что в центре города есть такие кафешки, где можно посидеть с таким красивым видом на город. Ну да, будучи туристом здесь очень приятно. Спасибо. Временные организации общественного питания должны соответствовать ряду санитарно-эпидемиологических и технических требований. Ведь речь идет о безопасном питании. А у вас на сегодня есть документы, которые соответствуют санитарным правилам и плюс еще качественное удостоверение у вас имеется? Вы можете мне показать какой-нибудь документ? Представители управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации Чебоксар интересовал широкий круг вопросов. К примеру, какова площадь кафе? Заключены ли договоры по вывозу мусора? Есть ли в наличии холодильное оборудование и какую воду используют для приготовления горячих напитков? Когда кофе готовите, воду используете, да? Используете, это правильно. Хорошо. На контроле столичной мэрии наличие продуктов чувашских производителей. Где у нас Чебоксарское мороженое? Нет. Почему? У вас только была. Почему? Давайте быстро организуем это. Хорошо. Руководителю передайте, что в последний раз я видела. Многие летние кафе работают на Красной площади не первый год. Предприятия регулярно обновляют оборудование и закупают новую мебель. Под тщательным контролем работа с поставщиками. Больше администрация стала обращать внимание на порядок, следить за продукцией, которую мы здесь реализуем, за внешним видом персонала. Мы всегда слышим просьбы и указания администрации и, соответственно, соблюдаем порядок, чистоту. Однако добросовестно исполняют свою работу не все предприниматели. В некоторых заведениях неправильно оформлены ценники на товар, персонал работает без бейджов. Согласно договору, все кафе должны быть оформлены в едином стиле. Но и это требование не выполнено. Не все наши условия приняты к исполнению. И есть над чем работать. Я думаю, что мы сейчас еще раз доведем информацию и пригласим к себе для того, чтобы, наверное, научить этих руководителей, как нужно организовать работу летней кафе. Есть санитарные правила, есть архитектурные требования. Такие проверки будут проводиться регулярно, отмечают в столичной администрации. Они позволяют оперативно выявить нарушения и принять необходимые меры по их устранению. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Сегодня весь славянский мир празднует День письменности и культуры. Он отмечается в память о святых Кирилле и Мефодии, которым приписывается создание славянской азбуки. В Чебоксарах в этот день решили провести открытый урок по русскому языку. Луна как зеркало, очень красиво. Обогатить знания русского языка в сквере имени Яковлева около Национальной библиотеки Чувашии пришли ученики 6-й и 10-й школ столицы республики. Школьники узнали, что такое эпитеты, сравнения и услышали отрывки из произведений русских классиков. Познакомилась с богатством языка Ирина Яковлева, педагог с 26-летним стажем. Замечательно! Давайте посмотрим, как поэт это делает. Пушкин. В багрец и в золото одетые леса. Вот оно, да, золото. Как сравнить одно слово с другим словом? Например, какие слова? Например, луна. Некоторые говорили, что это сыр. А некоторые говорили, что это колыбель. И это были очень хорошие сравнения. День славянской письменности отмечается давно, но открытый урок по русскому языку решили провести впервые. Акция вызвала большой интерес, поэтому проводить ее планируют ежегодно. Просыпается снова интерес к русскому языку не только в рамках школы, а просто, видимо, сейчас очень много людей, которые плохо, может, разговаривают, не знают именно этих оборотов цветистых. Речь бедная стала. А такие уроки, они, может, раскрасят нашу жизнь красками, как яркие эпитеты в жизни. Обороты словесные, они должны быть, мне кажется, как-то они должны присутствовать в жизни. Сегодня в Владикавказе стартовал предолимпийский чемпионат России по тяжелоатлетике. Чуваши в этих соревнованиях представят трое подопечных заслуженного тренера республики Геннадия Иванова. Первым в борьбу за путевку на главные старты четырехлетия вступил серебряный призер молодежного первенства России прошлого года Александр Мышов. Уже завтра на помост поднимется обладательница Кубка России 16-го года Ирина Баймулкина. А 26 мая к штанге будет приглашена лидер национальной сборной действующая чемпионка Европы Наталья Хлесткина. В одной с ней весовой категории до 63 килограмм выступит чемпионка мира и хозяйка помоста Тима Атуриева. Я вот не вижу никакой причины волноваться пред тем, скажем, боем. Так не говорят в тяжелоатлетике, но тем не менее это будет действительно бой какой-то, наверное, в этой весовой категории между Хлесткиной и Туриевой. Но победит, конечно, сильнейший. Но я думаю, что мы бой ей дадим. И она прекрасно знает Наташу, какая она. Я думаю, что у нее волнение тоже есть. Поэтому здесь все в равных условиях. Это все новости. Впереди вас ждет полезная информация. Я Ольга Пырочкина. С вами прощаюсь. Сварщики, сантехники, электрики, монтажники, каменщики, кровельщики. Иными словами, рабочие профессии, высокая квалификация. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, они всегда входят в топ-10 востребованных специальностей. Освоить эти профессии, повысить квалификацию, пройти переподготовку, научиться работать самым современным высокотехнологичным оборудованием предлагают в многофункциональном центре прикладных квалификаций «Умный дом». Его в рамках реализации майских указов Владимира Путина в 2014 году создали на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Отделением дополнительных образовательных услуг разработано более 52 рабочие программы по подготовке рабочим профессиям. Из них 32 профессии. Это непосредственно подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, строительства и энергетики. В структуру центра входит несколько образовательных площадок. Одна из них – учебно-производственный полигон «Умный дом». В лаборатории современной электронной сантехники учащиеся знакомятся с последними разработками в этой области. Особенностями процесса монтажа, эксплуатации, ремонта. Мы изучаем санитарное оборудование, последовательность монтажа данного оборудования, способы установки и регулирования. Я думаю, что знания, данные мне в этой лаборатории, помогут мне найти работу и быть востребованным на рынке труда. Пройти обучение здесь могут даже те, кто по профессии с сантехникой не связан, но хочет разбираться в этом вопросе, к примеру, при замене сантехнического оборудования у себя дома. В лаборатории изучения вентиляции и испытания котлов занимаются в основном те, кто уже имеет рабочую специальность, но хочет стать специалистом более широкого профиля или изучить новинки. Работаю сварщиком. Сюда пришел я, чтобы повысить квалификацию для себя же и на будущее. Мы изучаем теплоизоляцию и газовые котлы, кондиционирование. И как бы на будущих, может быть, и в профессии поменяется. Это очень хорошо оплачивается. В первую же для молодежи, конечно, это очень важный вопрос. Для сотрудников управляющих компаний, представителей ТОС, ТСЖ и всех, кто хочет грамотно управлять домом и экономить на отоплении, водоснабжении и других коммунальных услугах, в центре тоже есть весьма познавательный курс. Здесь можно изучить принцип работы автоматизированного теплового пункта системы отопления в зависимости от погодных условий и параметров тепловой сети. В большинстве домов уже стоят автоматизированные блочные управления, отопления и горячее водоснабжение. Поэтому специалисты такого профиля будут очень востребованы. В лаборатории автоматизации инженерных сетей специалистов обучают управлять сетями дистанционно, то есть с одного пульта или места, а программировать температурный режим в отопительный период. Здесь изучают контрольно-измерительные приборы и все виды датчиков. Для изучения современных энергосберегающих технологий в центре создана лаборатория альтернативных источников энергии. На территории техникума функционируют ветрогенераторы, солнечные панели. Они не только служат учебным пособием, но и частично обеспечивают центр электричеством. Еще одна образовательная площадка центра – учебный центр повышения квалификации «Техно-Николь» Строительная Академия. Здесь все желающие могут пройти обучение по использованию новых кровельных материалов и гидроизоляции фундаментов. Обучение проводится по следующим направлениям. Устройство плоских кровель из битумно-битумно-полимерных материалов. Устройство плоских кровель из полимерных мембран. Гидроизоляция строительных конструкций. Устройство кровель с применением гибкой черепицы «Шинглос». Утепление фасадов. Строительные темпы ежегодно растут. Появляются новые строительные материалы и технологии. Наши специалисты и рабочие постоянно проходят обучение в учебном центре. После обучения рабочих специалистов зарплата где-то на 15-20% повышается. Потом ускоряются темпы строительства и качество выполняемых работ. Группы для обучения формируются по мере набора. Вся информация о центре, учебных программах, стоимости и сроках обучения на сайте Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Редактор субтитров А.Семкин